Математика В Кабардино-Балкарском госуниверситете Саватеева встречают студенты, аспиранты, преподаватели. Первая остановка – Управление безопасности, оцифрованный мозг ВУЗа. Отсюда ведется круглосуточный мониторинг территорий и учебных корпусов, контроль над расходованием ресурсов ЖКХ. Это система у нас пожарной сигнализации. При срабатывании датчика дыма, огня, незамедлительно здесь происходит сигнал. И мы связываемся с пожарной охраной, объясняем причины срабатывания датчика. Короткая экскурсия по территории ВУЗа, знакомство с его достопримечательностями. Здесь у нас учебный корпус, полномасштабные номера гостиничные. Специалисты по туризму отрабатывают навыки гостиничного бизнеса. И все же основная тема беседы – студенты. В КБГУ сегодня учатся свыше 17 тысяч человек. Десятая часть из них – иностранцы, в основном из Индии и Египта. Интересно, как в Майкопе туркмены в основном. Видимо, как кто-то начинает, когда из какой-то страны народ ехать, уже потом едут по горячим следам, по топтанным тропам. Общение в ректорате. За круглым столом будущие физики, инженеры, программисты говорят о математике. Точнее, об уровне знаний дисциплины. Исполнительный директор ITV-групп Хазрат Коков рассказывает. У компании полсотни дочерних офисов, в том числе за рубежом. Фирма занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности. В этом направлении она лидер на российском рынке и входит в десятку крупнейших производителей в мире. Программное обеспечение, созданное сотрудниками ITV-групп, использует свыше 30 тысяч предприятий и организаций более чем в 100 странах. Спрос на продукцию с каждым годом растет. Но человеческих ресурсов не всегда хватает. Компания сталкивается с острым кадровым голодом. Не просто кадров, а кадров, которые знают математику, в том числе самое главное, как фундамент, программирование технической, инженерной специальности. У нас есть совместная программа подготовки и стажировки студентов. Но, к сожалению, мы не можем набрать достаточно, удовлетворить даже наш спрос одной компании. Несколько лет назад ITV-групп занялась образовательной деятельностью. Создала школу «Я программист». Учащиеся совершенно бесплатно изучают курс программирования. Проект совместный на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета. Сейчас школа действует в том числе в трех населенных пунктах республики – Верхней Балкарии, Исламея и Атажукино. В планах – расширение географии. Но чтобы обучать детей созданию компьютерных программ, их сначала нужно подтянуть по математике. А для этого нужны сильные педагоги. Если школьников, которые могут воспринять тевровую математику, много, то учителей, которые могут ее преподать, очень мало. Поэтому в первую очередь проект «Унальчики» – это воспитание учителей. А уже во вторую очередь дальше подтянуться и школьники. Выход – более усиленная подготовка кадров. С сентября этого года на базе КБГУ начнет работу новая школа «Я математик». Вести ее будет Алексей Саватеев. В ядре любой хорошей программы сидит хорошая и сложная математика. И в голове любого крутейшего программиста – гениальная математика. И поэтому нам нужна, собственно, школа именно по чистой математике, чтобы из нее потом выходили и отличные программисты в том числе. А кто хочет, станет отличным физиком, химиком, биологом или чистым математиком. Лекции намерены записывать и выкладывать в свободный доступ в интернете. Это, по сути, будет второе рождение 100 уроков математики Саватеева, которые уже есть, но качество видео оставляет желать лучшего. Более того, сами лекции смогут услышать не только преподаватели, но и одаренные школьники республики. Это для тех, кто ставит самые высокие цели. Не просто использовать кредитную карточку, а просто все понимать про то, как это все функционирует. И новые делать, новые делать, новые механизмы. Если вы узнали математики очень много, вы можете обнаружить, что в жизни некоторые вещи происходят не самым, так сказать, оптимальным образом. И у вас есть идея, как их сделать более быстрыми, более удобными. Программу и порядок набора слушателей сформируют в ближайшее время. Детали обсуждают с ректором университета Юрием Альтудовым. Но уже сейчас, говорят, приглашаются все желающие. На встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым обсуждают создание в республике научно-образовательного математического центра, который повысит квалификацию преподавателей точных наук, откроет для молодых людей более широкие возможности, поможет им в выборе профессии. Один из первых шагов – мастер-класс «Волшебная школьная геометрия», который Алексей Саватеев проводит в Нальчике. Переполненный зал. Слушатели, технари, гуманитарии, учащиеся. Темы необычные. Математик предлагает занимательные задачки. Например, как далеко видно с Эльбруса? Или как рассчитать количество кафеля для ванной, если плитка неправильной формы? Я специально из Владикавказа приехал для того, чтобы послушать эту лекцию. Я слышал Саватеева на ютубе, и очень интересно было посмотреть, как он подает информацию, потому что в будущем тоже хочется заниматься подобной деятельностью. Для меня это как опыт. Было очень интересно рассматривать все эти случаи, рассматривать с другой стороны, с которой даже в голову не приходило. Что-то я вспомнила из-за того, что знала. Думаю, тем, кто активно сейчас этим интересуется и занимается, им очень было бы интересно. Лекция закончилась, но гостя долго не отпускают. Задают вопросы, просят подписать книгу «Математика для гуманитариев». Со многими из слушателей Саватеев надолго не прощается. Говорит, до встречи в сентябре! Субтитры создавал DimaTorzok